Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды. Вода необходима для жизни всего на земле. Человек должен охранять и бережно относиться к воде, как жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы. Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей рассказ Нины Гернетт «Хорошая вода». Этот рассказ заставляет задуматься о пользе воды в нашей жизни и природе. К тому же добрая история легко и непринужденно расскажет детям, как важно быть внимательным, отзывчивым и добрым. Папа взял большие ведра, а Катюшка маленькие. И они пошли за водой. Идти не близко, не далеко. Сперва от крылечка до калитки. На дорожке темные пятна, светлые пятна. Вся дорожка пестрая. Папа шагает, не смотрит под ноги. А Катюша прыгает только по светлым пятнам. На темные не наступает. Они перешагнули через два сосновых корня, вышли из сада и пошли по дороге. Дорога широкая, светлая. Воздух над ней жаркий. Они идут, молчат. Только у папы ведра разговаривают. Блюм-блям. Катины ведерки не блямкают, только качаются. Очень жарко, даже земля горячая. Босая Катюшка идет одной ногой по траве, другой по дороге. Одной ноге прохладно, другой горячо. С дороги свернули на тропинку. По тропинке спустились горки. А там вода. Она льется из железной трубки, которая воткнута в горку. Издали не видно, что она льется. Будто стеклянная палочка прислонилась к трубке. А внизу струя разбивается в дребезги. Журчит, брыжет, пенится между камней. И дальше бежит уже спокойно, тонким ручейком. В нем голубые незабудки купают зеленые ножки. Здесь папа оставил на траве свои ведра, а Катюшка свои ведерки. И они пошли туда же, куда бежит ручей. Прямо, потом вокруг ивовых зарослей. А оттуда ручей бежал к речке. И чем ближе подбегал, тем быстрее мчался и громче шумел. Наверное, это так и полагается. Потому что и Катюшка закричала что-то и помчалась, размахивая руками. И папа крикнул «Эгой!» и зашагал так широко, что это все равно, что бежать. Они разделись и бухнулись в воду. Взлетели брызги и сразу не стало жарко. Не стало пыли. Одна радость осталась. Кто хоть раз бросался в воду в жаркий день, тот поймет. Освежились они, наплавались, набрызгались. Сели на песок сохнуть. Папа достал из кармана брюк бумажку и сделал лодочку. Катя пустила ее в реку. Белая лодочка поплыла, качаясь, потом свернула за кусты вместе с речкой. И ее не стало видно. Утонула она или пристала к берегу, или до сих пор плывет. Это неизвестно. Папа с Катей оделись и пошли по той же тропинке обратно. Возле горки остановились. Папа подставил ведро под струю палочку. Она громко застучала по дну. Потом забурлила уже потише. Потом зажурчала спокойно. И ведро наполнилось. Тогда Катюшка подставила свое ведерко. А потом опять папа и опять Катя. Такой у них был порядок. Пошли они с водой вверх по тропинке. У Катюшки маленькие ведра, но она и сама маленькая. Ей немножко тяжело. Папа большой, но у него и ведра большие. Ему тоже немножко тяжело. Опять им стало жарко. Выбрались наверх, передохнули и медленно пошли по тропинке. Встретился им старый дед с корзинкой. У него борода белая, а лицо красное. Видно, ему тоже очень жарко. Дайте попить, будьте добры. Попросил старик и посмотрел на воду так, будто с самого детства не пил. Папа кивнул. И Катюшка протянула деду красное ведерко. Он выпил его залпом в одну минуту, вытер ладонью рот и красиво поклонился Кате. «Спасибо, дорогая!» – сказал он. «Смотри-ка!» – глотнул водицы. И опять, как молодой, хоть бегом бежать. Но он не побежал, а только быстрее зашагал, куда ему нужно было. Теперь Катюшке стало полегче. Одно-то ведерко пустое. Шли-шли. Вдруг папа поставил ведра и шагнул в траву. «Эх!» – сказал он и поднял с земли деревца. «Совсем маленькая, Катюшке до колен, а все-таки уже деревца. Выдернули и бросили погибать!» – рассердился папа. «А оно живое! Придется его спасать, Катерина!» «Давай спасать!» – согласилась Катя. Папа раскопал пошире ту ямку, где прежде стояло деревца. Поставили его обратно. Катюшка держала, а папа заваливал землей и прижимал, чтобы крепче было. Вот деревце стоит, как стояло, но маленькие листья висят тряпочками. «Поливай!» – сказал папа. Катюша вылила под деревце всю воду из синего ведерка. А папа еще прибавил воды из своего ведра. «Напьется и поднимет листья!» – сказал папа. «Придем, посмотрим, как оно поживает!» Пошли дальше. Вышли на широкую дорогу. Зашагали вдоль забора. Там была маленькая тень. У калитки на скамейке сидел мальчик Митя. Страшный-престрашный, грязный-прегрязный. Лицо в чернике, руки в чернике, даже ноги и те в чернике. Он ел пироги с черникой и весь перемазался. Митя махал руками и плакал. «Чего ж ты плачешь?» – спросила Катюша. «Мухи мешают!» Правда, над Митей вьются мухи. Садятся на него. Он их сгоняет, а они опять садятся. «Очень ты сладкий!» – сказал папа. «Ты руками зря не махай, а иди-ка сюда!» Папа отлил воды из своего ведра в синее ведерко и сказал. «Лей понемножку!» Катя лила воду струйками, а папа мыл Мите лицо, руки и ноги. Митя стал очень чистый и совсем перестал плакать. Он пошел и сел на свою скамейку. Катя постояла возле него, подождала. Потом спросила. «Не едят тебя мухи?» «Не едят!» – сказал Митя и засмеялся. Тогда папа с Катей пошли дальше. Уже почти к дому подошли. Вдруг видят, из травы идет дым. Клубится возле самого соседского забора. Красивый дым. Не то беловатый, не то черноватый. Папа подскочил к этому месту и плеснул водой. Раз, другой, третий. В траве зашипело и не стало дыма. На этом месте осталось только черное горелое пятно. «Безобразие!» – сказал папа. Бросил какой-то дурень папиросу. Не подумал, что может дом сгореть. Бывают же люди! «А разве дома от дыма тоже сгорают?» – спросила Катюша. «Я думала только от огня. Огня там хватало!» – сказал папа. «Его на солнце не видать, а он уже к забору подбирался». «А мы его шлёп водой?» – сказала Катюшка. Вот и дом. На крыльце на ступеньке сидит мама, поджидает. «Загуляли?» – кричит мама. «Я тут без воды, как без рук!» «Ой, да где же вода?» «Пол дня ходили, пол ведра принесли». «Хороши, потому что всем надо. Мы не виноваты», – сказала Катюшка. «А ты лучше нас за стол усади, чаем напои и тогда спрашивай», – сказал папа. Мама так и сделала. Воды как раз хватило на большой чайник.